доброго осеннего солнечного ясного прохладного субботнего утра вам братцы всем привет суббота 18 сентября время 7 часов 27 минут пригрался тепла доклад прямо ночи уже прохладная ну как вот вроде как денечек планируется такой хороший может быть не очень теплый ну зато и совсем мог не совсем сухой яндекса спросил игру вера михайловна как у нас мкат пожевать вера михайловна дорогой 20 минут и ты на месте понял как совсем зеленый это бывает иногда ехать недалеко мне сейчас 18 километров нам добежать т.д. м7 нужно едем мы в риутов там у нас 4 загрузка не знаю чего будет загружать я созвонился к 8 приезжать чего нам там накидают после этого вернемся сюда приедет начальство документы сдать принять получить путевку новую там туда-сюда короче сбер нужно попасть на карточку зарплатную забрать потому что работать не нравится на зрительный висит сверху работать и не получает зарплату это не есть хорошо а потом когда ты сюда попадешь а мне забрать именно в этом банке цигель цигель не такой уж у меня понимаю и красный с вашей стороны но все равно вернемся потом здесь и свои дела уладим я думаю что снова это уже после обеда двинем пятая загрузка в сызрани понедельник до сызрани здесь ехать не очень далеко поэтому спокойно за два дня даже за полтора заедем ну пока снова в этом нам как можем кататься сегодня хоть целый день по этому году туда-сюда вправо влево по внутреннему по наружке куда хотите пока вера михауна лица не обманула как на удивление пишет вчера все выехали прогноз посмотрели сегодня погода хорошая гола на шашлыки катастрофа что творилось пятница вообще ужасный день как и воскресенье так так волосы разгона здесь нет все полетели до семерки сейчас подкадут м7 не рисует оттуда заезжать нам проспект мира надо можно напрямую через реутов но зачем нам прямо оттуда мы с семерки прямо на проспект мира попадаем в самом реуте реутере тоже еще пока бывать не доводилось именно вот в этом подмосковном городе хотя какой реутер в промзону заедем хотя проспект мира написано ну мы же знаем проспекты бывают разные проспект в понятии проспект это проспект но бывает проспект это она проспект проспект а а а а а а а а а и а а а и и а Субтитры сделал DimaTorzok 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 Садовод DimaTorzok 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 чуть запустил пропустили не пропустили давно было сюда съезжать но я помню там раз попал на него и все а здесь шишу как же с крайнего ряда не не судьба что вернуть даже со всех рядов крутить вот и все и придешь он делает сейчас вылезет и даже не смотрит то что тут 40 тонн несется ну зачем об этом думать наверно думать просто нечем вот через 850 и как-то на праве и направо поворачиваем сейчас посмотрим коричневые ворота нам нужно какие-то так здесь 11 я стареутов так наверное сделаем а вот сейчас мне вот здесь правее мыши будут на крыше хотя то еще выше а а . солнышко хорошо а у вас забьют здесь направо и 600 метров мы приехали все рядышком поехали эритреутом посмотрим щутник на следующем повороте поверните направо на следующем повороте поверните направо нет никого а ну вот тут гром зона вот проспект мира называется в моем понимании проспект это выглядит немножко по другому ну это проспект мира ну это проспект это там три четыре пять полос в одну сторону все 80 едут так проспект так проспект мира 71 это 81 где-то с правой стороны с правой стороны сейчас должны быть коричневые ворота как вам экскурсия по риоту так нормально вам понравилось мне тоже так 75 вы прибудете в конечный пункт через 100 метров для грузовиков запрещена и не собираюсь стоять 73 вот 71 и вот сюда закрыта что ли закрыта что ли говорит у вас фура я говорю да хотя на связи тут в этой вот двери да коричневая я с ней по этому якобы по домофону разговаривал блин а я так не вписываюсь надо мне надо мне назад сдать потому что мне нужен радиус я так не вхожу я так не вхожу я так не вхожу что-то я то завернул но хвост у меня получается попадает в ворота цепляет а так все красиво все мы зашли в общем еще этого хозяина нету в конец самый конец говорит и направо седьмой склад подождем без 10 8 до понедельника мы совершенно свободны поторопиться особо нету в конец и направо развернулся говорит сказала я его подожду приедет этот в конец и направо а вот седьмой склад выгорит там пока развернется интересно каким это образом я здесь развернусь я что-то чувствую что я буду задом выезжать я здесь не выверну однозначно не вывернусь надо посмотреть не ну наверно пятака получится крутануть все-таки очень резкого ну наверно вот здесь только если очень крутого пятака если закрутить то должен развернуться надо крутиться потому что пока никого нет мой седьмой склад вот он надо пробовать и и и и и и и и Продолжение следует... 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 где-то тонну с копейками загрузили на следующем повороте поверните налево затем на следующем повороте поверните налево дядька отъехать надо я тут малость не пролезу день с половиной при 11 тоннах загруженного давит на вторую ось у нас ведь у нас считается весь круг с груз впереди у бленствует с лобом случае нам еще что-то в созранишь на грузин и все как-то тоже нормально никаких вопросов даже сиполные баки залить выше 10 тонн не будет на вторую сейчас там эти наши все коробки ящики эти перчатки мешки все это на чисто все уляжется сама утрясется подъехал желтый не такой все тетушка тетушка нам ворота открывает это самое рассмотрел базы полчаса янтекс говорит правда не до конца панкаду а до новорезанки потом через котельники потому что до этого все до садового садовода до этого пусть он не ладен там все стоит воде до котельников как бы показывает не сильно печально отлично останется только дождаться руководство можно будет выделегаться нормально вчера мы так мне вообще понравилось как у нас человек в принципе практически все без сучка и задоринки даже небольшая задоринка была в конце там два часика постояли подождали а так то в общем все по фэн-шуй вышло нормально в понедельник заберем сызрань еще и вперед на вольные просторы опять сибирский потом понедельник сызрань во вторник поставим новые батарейки а вот и вообще все такие распальцованные так у нас на дорогу всем подряд используйте с новыми батарейками с работающей автономка на следующем повороте поверните чем потом в курган заедем может быть колодки поменяем там уж не поедем остановка запрещена эвакуатор хотя нет зона действия дальше наверно там заканчивается проедьте одну цену две десятых километра так у нас главное пацаны тут ночку спят видите как я вот это вот не понимаем прикола если это чисто остановились поспать объясните минут что за прикол спать вот так вдоль дороги вот смотрите как мы проскочили видите что уже область все смотрится мы еще вот сколько час назад я еще проехал а сейчас уже все катастрофа по горьковскому состоит в области может быть неправильно сейчас пока шеф приедет пока мы там все свои дела поделаем немножко уже еще утренний народ который вчера вечером не уехал это несчастье разъезжаются потому что там мы тоже будем стоять по новой резанке однозначно будем стоять нам уже там не привыкать ну ладно поехали потолкаемся маленечко и после этого в путь дорожка что ставим ремонт 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 семи до двадцати трюк курсовиком вообще движение запрещено 12 тонн запрещено ну как только у вас есть пропуск нужно езжать он видите что до этого до садовода делается а до новой резанки я добежал без проблем поэтому сейчас здесь вот по новой резанки и справа и через котельники проедем чем здесь вот до этого строительного толкаться сейчас вот котельники потом расправа три километра вправо и как мы оттуда идем по новой резанки потом сюда же и выйдем мы все равно сюда потом будем возвращаться потому что это наш дорог на рязань прямая и дальше туда цизраль по м5 поедем в очередной раз так то здесь по этому кусочку ездишь крайне редко не пользуется популярность у нас этот кусок дороги ну а как чего до базы не надо не нужно сюда ехать до москвы короче быстрее короче короче на базу это если вот прямо по мкаду до дзержинского кстати это не метро котельник на метро котельники вспомнил я сюда на метро доезжал а потом автобусом а база добирался и шеф меня тут тоже забирал такие знакомые места оказывается биль то станция да все верно так уже можно правее браться готовьтесь через 800 метров держаться правее нам через 800 правее через 800 вот сюда нам нужно еще и пойдем параллельном году направо а дальше отнеси все все становится дальше ремонт начинается ну и у нас тоже поделись куда тебе надо братан сам не знаешь куда все надо тут уже потом без вариантов будем толкаться в область готовьтесь к навыку повороту через 400 метров так то 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 и и Продолжение следует...